Поэзия – это не лучшие слова в лучшем порядке, это высшая форма существования языка. Слова советского журналиста Евгения Богата особенно точно передают значение стихотворных строк в жизни общества. Благодаря этому особому направлению свои особые струнки открывает человеческая душа. В этом уверены и финалисты Республиканского литературного конкурса молодых поэтов мы рождены для вдохновения. По результатам отборочного тура в этом году в Брест были приглашены 12 белорусских поэтов из Витебска, Могилёва, Минска, Гродно и Бреста. Очень разные, есть работающие, есть студенты, это не члены союза писателей, но они многие уже публиковались, у некоторых есть свои книги. Традиционно молодые авторы с удовольствием откликаются на предложение принять участие в конкурсе. Для них это не только возможность показать свое творчество, это отличный шанс услышать компетентное мнение от опытных наставников о своих рифмованных строках, о поднимаемых темах, о возможностях развития на этом пути. Встречается очень разная поэзия, соответственно, критериев очень много, то есть и артистизм, в котором они читают, и само написание стиха, поэтичность, образ, который они проявляют. Соответственно, смысл очень играет большую роль, потому что сейчас важна тема и нравственности в поэзии, и чувственности. Поэтому хочется, конечно, всегда увидеть ярких, интересных людей, таланты. Мне позвонили, мне предложили поучаствовать в этом конкурсе, но я участвовала, правда, в этом конкурсе в 2015 году. Я не знаю способности участников, как они пишут, поэтому просто я себе желаю выступить просто достойно. Мария Бугаева представляет на конкурсе Брещину. Стихи пишет еще со школы, особенно увлечение получила свое развитие во время учебы на филологическом факультете Брестского государственного университета имени Пушкина. Сегодня выступать по-прежнему волнительно, но в этом-то и суть конкурса – подарить минуты славы его участникам, дать им шанс быть услышанными. Мама смотрела, и где-то под небом еще одна завершилась война. Матерь у сына просила хлеба, сын дал ей хлеб, а людям вина. Мама смотрела, ей ангелы пели, дети из брошенных кем-то дворов, дети без дома, без колыбелья, дети без добрых и красочных снов. Оценивать творчество действительно трудно. Настолько здесь все индивидуально. Однако жюри все же назвало лучших. Но сюрприз ожидал и других участников. Все представленные на суд публике работы будут опубликованы в сборнике. А это значит, что у заинтересованных читателей будет больше возможности познакомиться с творчеством белорусских молодых авторов.